итак дорогие друзья всем привет вы на канале новые технологии с вами как всегда юля и сегодня буду говорить о компании sony которая всегда будет олицетворять собой не стареющую не увядающую классику и чтобы в очередной раз порадовать своих поклонников компания официально представила флагманский и естественно не дешевый свой камерон xperia pro 1 главной изюминкой которого стала 12 мегапиксельная основная камера с большой матрицей изображения оптического формата 1 дюйм которая хоть и основана на 20 мегапиксельном сенсоре rx100 7 версии но использует не всю его часть а только 12 мегапикселей чтобы настроить исключительно для xperia pro 1 также основная камера имеет оптику cст и зарти и естественно такой сенсор должен демонстрировать небывалой для смартфона качество съемки в условиях недостаточного освещения так как у него заявлены очень крупные пиксели размером 2 и 4 микрон и это мало того что без биннинга но еще и примерно на 20 процентов больше чем выдают пиксели iphone 13 про макс помимо этого основной модуль имеет фокусное расстояние 24 миллиметра угол обзора 85 градусов и переменную диафрагму f2 и f4 ну казалось бы дорогие друзья что можно было на этом и остановиться как это сделала еще одна японская компания sharp представив ранее iqs r6 с похожим 1 дюймовым сенсором но с размером пикселей 1 и 4 микрон думаю вы улавливаете разницу но компания sony идет дальше дополняет главный 12 мегапиксельный модуль еще одним также 12 мегапиксельных телеобъективом sony а и мх4 с 8 6 с размером матрицы 1 к 2 и 9 дюйма пикселями 1 и 25 сотых микрон фокусным расстоянием 50 миллиметров диафрагма f2 и 4 и углом обзора 48 градусов и сверх широкоугольным опять же 12 мегапиксельным объективом sony а и мх363 с размером матрицы 1 к 2 и 55 сотых дюйма пикселями 1 и 4 микрон фокусным расстоянием 16 миллиметров диафрагма f2 и 2 и углом обзора 124 градуса и замыкает эту троицу 3d то в датчик опять же sony amx 316 рядом с которым находится инфракрасный источник света отмечу еще светодиодную вспышку и датчик цветового спектра который находится вверху за пределами блока камер и монофонический микрофон слева от блока который используется для усиления голоса при съемке видео вообще дорогие друзья глядя на 3 12 мегапиксельных датчика понимаешь что это формат iphone они любят такой состав 3 по 12 но теперь глядя на основной модуль sony думается что iphone может не потянуть конкуренцию и если платить большую сумму money money то за более интересную систему камер кстати за что еще можно похвалить японскую компанию так это за то что несмотря на обилие датчиков она не стала городить огород с большими блоками на тыльной стороне все компактно и красиво респект sony также дорогие друзья компания отмечает что в xperia pro 1 используется система автоматической фокусировки по глазам профессионального уровня который распознает и людей и животных при этом автофокус насчитывает сразу 315 точек которые покрывают 90 процентов площади всего сенсора сам режим фото про напоминает интерфейс специальной камеры sony альфа адаптированы только для использования смартфоне также режимы бастики про освещены автофокусом sony в режиме реального времени который доступен на всех трех камерах и позволяет нажимать на объекты виду искателей чтобы отслеживать его когда он движется внутри кадра это отраслевой стандарт для автофокусировки на автономных беззеркальных камерах и приятно видеть что он доступен и для смартфонов еще есть также приложение cinema pro для расширенного захвата видео и новые видео про для более простой видеозаписи отмечу еще наличие оптической и электронной стабилизации изображения но и фазовый автофокус для большего удобства съемки sony предусмотрела на боковой грани двухпозиционную клавишу спуска затвора в комплекте с текстурированной поверхностью но есть еще одна круглая кнопка быстрого доступа с которой sony сопоставила приложение cinema graph pro она дает фотографам профессиональный контроль над такими параметрами как баланс белого экспозиция и фокусировка также имеются цветовые режимы sony и возможность снимать в кинематографическом формате 21 9 но и отмечу еще и возможность xperia pro 1 снимать видео 4к со скоростью до 120 кадров в секунду для пятикратной замедленной съемки ну и чтобы уж совсем облегчить жизнь видеографов дорогие друзья sony предложила специальный аксессуар с озвученным названием блок монитор который крепится на тыльную панель смартфона и оснащен экраном диагональю 3 5 дюйма разрешением 720 пикселей и имеет предустановки для нескольких режимов съемки видео что касается сэлфи модуля то он получил 8 мегапиксельный датчик размером 1 4 дюйма диафрагма f2 и углом обзора 78 градусов имеется пятиосевая интеллектуальная стабилизация стадий шот но и теперь дорогие друзья передняя панель xperia pro 1 которая получила 6 5 дюймовый 4к оладисплей разрешением 3840 на 1644 точки плотностью пикселей 643 на дюйм и соотношение сторон 21 9 частота обновления экрана составит до 120 герц со скоростью сенсорного сканирования 240 герц и как всегда для флагманов sony лучшие характеристики для лучшего экрана перечислять не буду их много и все они перед вами кстати для любителей светодиодных индикаторов уведомлений он здесь есть и расположен в левом верхнем углу вроде бы мелочь на который многие мобильные компании просто уже давно забили а вот sony еще поддерживает такой формат оповещения об уведомлениях здесь же вверху находится один из стереодинамиков и второй расположен под экраном ну и как всегда для флагманов sony куча лучшалок для отличного звучания помимо этого верхняя часть xperia имеет разъем 3 5 миллиметров и еще один микрофон и третий разговорный микрофон находится внизу рядом с портом usb-c левый тарик смартфона отдан под лоток для sim-карт а вот на правой навесили и регулятор громкости и клавишу питания со встроенным сканером отпечатка пальца и небольшую круглую кнопку для быстрого доступа к настройкам камеры и двухступенчатый аппаратный затвор механизм которого позаимствован у модели sony rx100 с большой отзывчивостью и приятными тактильными ощущениями сам корпус новинки имеет переднюю панель защита стеклом gorilla glass victus и тыльную защиты gorilla glass 6 поколения также смартфон получил защиту от пыли и воды по стандартам ip65 и ip68 что еще отмечу дорогие друзья так это то что xperia pro 1 работает на системе android 11 с фирменной оболочки xperia поверх нее есть крутая реализация sony multi window и game enhancer который предназначен для работы с играми и состоит из двух интерфейсов игрового лаунчера и интерфейса который можно вытащить сбоку во время игры но и в плане железа дорогие друзья новый флагман sony получил топовый snapdragon 888 с приятным дополнением виде 12 гигабайт оперативной памяти стандарт lp ddr5 и 512 гигабайт постоянной памяти форматы fs31 при этом еще и доступна возможность расширять хранилище при помощи карт памяти micro sd объемом до 1 терабайта сам аппарат будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 миллиампер часов с возможностью быстрой зарядки до 30 ватт ну и теперь все эти дорогие друзья которые представлены 2g 3g 4g lte 5g беспроводный интерфейс это вайфай и bluetooth версии 5.2 кстати есть модуль nfc за навигацию будут отвечать системы gps и gps глонас бэйду и галилео но размеры аппарата будут такими это 166 на 72 на 8 и 9 миллиметров при весе 211 граммов sony начнет продажи xperia pro 1 в декабре в великобритании франции германии нидерландах и скандинавских странах цена новинки составит 1799 евро кто-то уже схватился за сердце но если вы еще захотите купить монитор влог то он будет стоить еще 199 евро с креплением тыльной крышки xperia pro 1 за дополнительные 90 евро немало но для любителей хорошие фото и видеосъемки это не будет большим препятствием если учесть цены на автономной камеры и так дорогие друзья подведем итог еще раз повторюсь что sony это прежде всего классика для любителей очень хороших и качественных продуктов готовых платить любые деньги за удовольствие иметь в своем распоряжении такой товар это бренд который всегда будет олицетворять собой шик и статус потому что все что перечислила выше имеет отличные характеристики и желание производителя в очередной раз угодить своим многочисленным почитателям вы можете со мной не согласиться это ваше право так что ждем продаж но я заканчиваю свой на этот раз большой обзор и как всегда не прощаюсь с вами всем отличного настроения не уходите от нас чтобы всегда быть в курсе последних новинок мобильных девайсов обязательно комментируйте ставьте лайки тех кто еще не подписался на наш канал не забудьте подписаться при этом жмите на колокольчик чтобы одним из первых получать новое видео с нашего канала с вами была юля и канал новых технологий всем пока пока